Сколько раз вы сталкивались с проблемами с почтой России? Задержки посылок, огромные очереди, хамское поведение сотрудников. Испорченные вещи в посылке. Вы же наверняка знаете, что за рубежом это работает иначе. Да, вы можете правильно заметить, что тот же Амазон вообще-то американский магазин, и ничего удивительного в том, что они привозят заказы на дом, нет. У нас точно так же делает тот же Азон.ру, по крайней мере в Москве. А в Штатах это работает в любом Зажопинске. Да, и с Эбэй посылки почта тебе приносит прямо домой, без всякой дополнительной платы. Ладно, сейчас опять начнется, ну и вали в свою Америку, что ты тут тогда живешь. Сегодня не об этом. Точнее, не совсем об этом. Амазон взял еще один уровень и теперь готов доставлять вам посылки, даже когда вас нет дома. Таким вещам я, конечно, никогда не устану восхищаться. Хотя бы с точки зрения доверия людей на Западе. Да, само собой, к данной функции предоставляется не только электронный замок, доступ к которому вы можете дать курьеру или какой-нибудь клининговой службе, но и веб-камера, через которую вы можете следить за происходящим в вашей квартире. Но даже с такими функциями я как-то слабо себе представляю, чтобы я дал возможность незнакомому человеку попасть в свой дом, когда там никого нет. У нас в стране же потом никаких концов не найдешь. У нас покупка и ремонт техники-то не всегда добросовестно выполняется. Искал тут недавно подходящий интернет-магазин для покупки техники и просматривая отзывы наткнулся на вот такой. Купил у этой компашки iPhone 5s. Сразу заметил брак дисплея, некорректно работал сенсор. Через несколько дней привезли другой, обменяли. Почти сразу выявилось, что у нового телефона что-то болтается, противный скрип клавиши Home и боковых. Снова пришлось обращаться. Снова приезжал курьер, забрал его в сервис-центр, после дней десяти привезли, акун закрепили, скрип немножко смазали. Через месяц опять стал проявляться скрип. Курьер все был занят. Потом сказал, что он заболел, и на больничном звоните в фирму. Туда звоню, вообще не отвечают. Через пару месяцев снова обратился, чтобы его отвезли в сервис-центр. Курьер приехал и при оформлении документов на прием телефона заметил, что печать при покупке была одной фирмы, а теперь у них уже другая, и что они не могут работать с телефонами, которые были проданы под печатью той фирмы. Посоветовал мне поискать в интернете контакты той фирмы и разобраться. Просто, я не знаю, у меня слов нет. В общем, повторюсь, не знаю, что должно случиться, чтобы я незнакомого человека в дом пустил, да еще и без своего присутствия. Но для США доверие — совершенно нормальная практика, да и силовые структуры с судебными органами там работают совершенно по-другому, что позволяет сделать жизнь рядового гражданина намного удобнее. Также и отношение магазина к покупателю там функционирует совершенно иначе. Помните, в ролике «Почему русских не любят на ebay» я рассказывал, как наши умники обманывают продавцов на интернет-аукционе и тем самым оставляют себе товары-деньги? Вот они бы разгулялись, если бы жили в США. Ведь в 95% случаев Амазон доверяет своим покупателям, как просит доверять себе, пуская курьера в дом для обоюдного удобства. И если товар не соответствует описанию или оказался бракованным, площадке проще вернуть покупателю деньги или заменить товар и не заморачиваться с возвратом бракованного. И да, работает это даже с дорогой техникой и прочими вещами высокой стоимости. Правда, гуляли бы наши мошенники, скорее всего, не очень долго, потому что когда вор начинает чувствовать свою безнаказанность, ему становится мало, и он начинает творить тотальный беспредел. А как я уже сказал, силовые структуры и судебные органы в Америке работают не в пример нашим. И пару месяцев назад была как раз похожая ситуация, когда семейную пару приговорили к 20 годам тюрьмы с возможностью обжалования приговора до 7 лет лишения свободы в случае возврата Амазону 1 миллиона 200 тысяч долларов. Семья регистрировала в онлайн-магазине множество фейковых аккаунтов, с которых скупала камеры GoPro, смарт-часы Samsung, консоли Xbox и планшеты Microsoft Surface, после чего открывала кейсы о неполученном или поврежденном товаре и получала компенсацию. Ну а дальше ворованная техника через какого-то их посредника отправлялась на перепродажу в локальные магазины. Через какое-то время мошенников разоблачили, и нерегальный бизнес подошел к концу. Жалко только, что из-за их действий теперь могут пострадать и честные покупатели, ведь после такой аферы Амазон наверняка станет уделять намного больше внимания обменам и возвратам. И в случае получения бракованной вещи потребителю придется приложить больше усилий для ее обмена. Спасибо за внимание, друзья. Надеюсь, было интересно. Как всегда, не забудьте поддержать этот ролик большим пальцем вверх и подписаться на канал, если сегодня здесь впервые. А у меня на сегодня все. До скорых встреч. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok